Есть ли в гречке клетчатка и сколько ее в вареной крупе? Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны осенью Популярные статьи Поиск по сайту найти Химический состав и пищевая ценность гречки Гречка богата минералами Калий, магний, марганец, медь, фосфор Вареной гречневой крупе хорошо усваиваются Потому что в зерне злака мало фитиновой кислоты Калий В сотый год продукта содержится 12,8% от суточной нормы Нормализует артериальное давление и регулирует работу сердечной мышцы Магний 37,5% Регулярное потребление гречневой каши нормализует сон Снимает стресс, помогает бороться с депрессией Марганец 50% Нормализует обмен веществ в организме Медь 36% Способствует образованию коллагена Всасывание железа играет важную роль в производстве энергии Фосфор 30% Участвует в обменных процессах Формирование костной ткани Однако излишнее употребление гречки Особенно при монодиюте Чревато отложением фосфора в костях В ущерб кальцию Это приводит к хрупкости Поэтому важно сочетать блюда из гречки с едой Богатой кальцием В крупе есть витамины Главное среди них Рутин 30% от нормы Основное хранилище рутина Оболочка зелен, в которой его количество в 17 раз превосходит содержание в ядре Улучшает кровообращение Липидный профиль крови Предотвращает образование тромбов Уменьшает проницаемость капилляров Тиамин 28% Улучшает энергетический углеводный обмен в организме Однако в каше его содержание значительно меньше Выход один Не варить, а запаривать крупу Витамин Е или токоферол 44% Антиоксидант повышает иммунитет Участвует в синтезе коллагена Никотиновая кислота 30% Активно участвует в окислительно-восстановительных процессах Способствует росту тканей Стимулирует выработку гормонов Улучшает Работу желудочно-кишечного тракта Предотвращает мигрени Калорийность БЖУ Гликемический индекс Калорийность гречневой крупы Около 308 ккал в сотый год Продукта, что составляет 20% дневной нормы Белки 10-12% Качественные, сбалансированные по аминокислотам Богаты незаменимыми лизином и аргинином У животных белок Гречихи доказал свою эффективность Снижение уровня холестерина в крови Подавление образования желчных камней Снижение риска рака толстой кишки Жиры 3-3,5% Такое низкое количество позволяет использовать Крупу в качестве диетического продукта Гречка состоит в основном из сложных углеводов До 60% У нее низкий гликемический индекс 50-60, что позволяет исключить Резкие скачки уровня сахара в крови И надолго обеспечивает чувство сытости Сколько клетчатки в вареной гречке? Волокна составляют 2,7% веса вареной крупы И в основном состоят из целлюлоза или гнина Клесчатка концентрируется в шелухе, которая покрывает Крупу В оболочке зерна содержится также устойчивый к перевариванию Кряхмал, который классифицируется как волокно Польза клетчатки для организма человека Клесчатка – это сложные углеводы, не способные перевариваться В желудке Однако они играют важную роль в процессе пищеварения Клесчатка бывает водорастворимой и нерастворимой Растворимые волокна, смола, гемицеллюлоза, пектина и альгиназа Находятся в морских водорослях, фруктах, бобовых, овси, ячмине Основная их функция – нормализация микрофлора кишечника Растворяясь в воде, они превращаются в желеобразную массу Которая служит пристанищем для полезных бактерий Нерастворимые волокна – лигнин, целлюлоза – набухают в воде, частично растворяются При их использовании важно употреблять много воды Недостаток пищевых волокон в рационе приводит к увеличению глюкозы в крови и постоянному чувству голода Клесчатка оказывает на организм разностороннее влияние и облегчает продвижение пищи по кишечнику Волокна образуют пищевой ком, который стенки кишечника легко проталкивают вперед Препятствует образованию запоров, которые приводят к застою крови в венах тазовой области А это причина геморроя Запоры провоцируют интоксикацию организма, растягивают стенки толстого кишечника, что сказывается на работе других органов пищеварения Снижает уровень плохого холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклероза Улучшает иммунитет благодаря полезным бактериям Они продуцируют жирные кислоты, которые служат питанием для клеток, выстилающих толстую кишку В результате улучшается здоровье кишечника и снижается риск развития рака толстой кишки Нормы потребления клетчатки Для правильного функционирования организма человеку следует потреблять 25-30 грамм клетчатки в день Людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, спортсменам до 40 грамм Большинство людей в мире потребляют не более 20 грамм волокон в день Необходимое количество волокон можно получить из обычной пищи, не прибегая к использованию БАДов и других обогащенных клетчаткой дорогостоящих продуктов Для этого в рацион включают гречку, овсянку, бобовые, заменяют продукты, содержащие простые углеводы, сахар, хлебобулочные Изделия из муки высшего сорта на сложные Хлеб из муки грубого помола Макароны из твердых сортов Пшеницы Готовят картофель в кожуре Диетологи советуют употреблять в день не менее 5 разных овощей и фруктов Роль клетчатки в похудении Клетчатка помощник в борьбе с ожирением снижает скорость переработки углеводов в желудке Нормализует обмен веществ, способствует росту полезной микрофлоры Водорастворимые волокна разбухают в желудке, создавая чувство сытости, что не позволяет переедать Употребление клетчатки сопровождает приемом не менее 2 литров воды в день Заключение клетчатка Клетчатка – это настоящий суперфуд для человека, она сохраняет в норме вес и давление, регулирует работу сердца и органов пищеварения Ее употребление в составе полезных круп, бобовых, овощей и фруктов способствует полноценной работе всех систем и органов Чтобы получить требуемое количество волокон, важно изменить рацион питания, отказаться от рафинированной пищи в пользу растительной Это не только оздоровит организм, но и снизит вес Гречка – польза и вред Гречка – калорийность Как правильно готовить и варить Watch this video on YouTube